Очередной ноу-хау от сайта Миротворец. Ресурс, который курирует советник главы МВД Антона Герасченко, в сентября запускают проект по распознаванию лиц боевиков и их пособников. Подробнее о компьютерной технологии и рисках наши корреспонденты. Пусть свершится правосудие, даже если упадут небеса. Такой девиз нового проекта под кураторством советника МВД Антона Герасченко. Его старт на РДФронтовик проанонсировал на своей странице в Фейсбуке. Дескать, в сентябре на сайте Миротворец заработает программа «Сепаратор» по идентификации личностей пророссийских боевиков и их пособников. По фото за считанные секунды она вычисляет, причастен ли человек к сепаратизму. Воспользоваться программой, утверждает Герасченко, сможет любой интернет-пользователь. Глубоких знаний в IT она не требует, только умение загружать фото. По итогам проверки вы будете точно знать, кто перед вами законопослушный человек или тот, кто в 2014-2015 году кричал на митингах «Путин в виде войска и Крым наш». А дальше вы сами для себя примите решение, что делать. Звонить в СБУ или полицию, отказаться от делового сотрудничества с этим человеком или попытаться убедить его в том, что он стал жертвой антиукраинской пропаганды. 300 тысяч снимков уже загружены в систему сепаратор, говорит исполнительный директор миротворца Роман Зайцев в интервью одному из изданий. Правда, имена разработчиков приложения не разглашает. Назвал только цену проекта, дескать, тянет на 100 тысяч долларов. И такие деньжища, уверяет, дали обычные украинцы. Кинули клич, увидели, что сбор средств идет очень активно. Подумали и решили, что поскольку люди спонсируют проект, значит проект народный. Но вот специалисты по безопасности радости команды миротворца и его куратора Герасченко не разделяют. Уж слишком рискованная затея. Истерия в обществе, если сделать подобные программы общедоступными. Начнутся безумные какие-то информационные посылы. Кто-то начнет с соседа где-то искать там нелюбимого или еще что-то. Честно говоря, продукт, который является инструментом специальных служб, только абсолютно глупые люди могут превратить в некую, так сказать, общенародную развлекаловую. Без согласия с МВД такой ресурс вряд ли запустили бы, предполагают эксперты. Да и версия народных сборов на программное обеспечение сомнительна. Еще одна новость о советнике МВД. Дело киллеров, покушавшихся на жизнь нардепа-фронтовика Антона Герасченко, Печерский суд начал рассматривать по существу. В понедельник выбирали присяжных. Но несмотря на резонанс дела, слушания проходят в закрытом режиме. Без камер и журналистов. Андрей Кривец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.